Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Я открываю большой челлендж и в рамках этого челленджа мы будем рисовать эскизы. Называется это 100 эскизов. А я подумала, что будет здорово показать вам, как рисуются разные модели одежды, как создаются эскизы одежды и как это можно вообще сделать, рисовать, воспроизводить. Соответственно в рамках этого челленджа я буду в каждом видео показывать рисунок одного эскиза. Конечно же я буду рисовать в программе Adobe Illustrator и раз в неделю вы будете получать новое видео. Чем вам это поможет? Во-первых, вы можете взять это как бесплатный курс и рисовать вместе со мной. Во-вторых, если вы планируете делать портфолио, то вы увидите какие есть эскизы, как их можно рисовать, порисовать вместе со мной и положить это в себе в портфолио. И в-третьих, вы можете мне задавать вопросы в комментариях. Welcome, я очень буду этому рада. Говорить, какие бы вы хотели увидеть эскизы и какие приемы и техники вам интересно показать. Соответственно я все это буду делать. Сразу могу сказать, это не будет прям полностью вот именно курсом от и до. Я это буду показывать на основе того, что вы уже владеете программой Adobe Illustrator. И вам нужно просто показать какие-то особенности. Если вы хотите ее изучать с нуля, у меня есть полный курс Adobe Illustrator в дизайне и одежде. И я учу от нуля, от понимания того, что такое растровая графика, что такое векторная графика, до конечного рисунка эскизов, до применения заливок, создания авторских принтов и сложных эскизов. То есть это дни, мех, кружева и так далее. Сегодня мы начнем с вами наш большой путь в 100 видео, 100 эскизов. Я надеюсь, что все получится. Это такой вызов и для меня в том числе. Самого простого, самого базового эскиза. Это эскиз прямой юбки. Если вы никогда не рисовали, то это самое оптимальное, с чего начать. Рисовать мы будем технический эскиз прямой юбки. Я для вас подготовила шаблон. Вы можете его скачать. Ссылочка под этим видео. Нажимаете на ссылку. У вас появляется запрос на e-mail. На e-mail вам придет, соответственно, файл в формате png и файл в формате pdf, который вы можете удобно открыть в программе Adobe Illustrator. Или CorelDRAW, если вы там рисуете. Но я все-таки фанат Adobe. Я рисую в Adobe Illustrator. У меня сейчас стоит версия Adobe Illustrator 2020 года по подписке. Официальная. Поэтому вот таким образом она выглядит. Что у меня сделано? У меня классические основные настройки. Окно. Классические основные настройки в рабочей среде. Мне так комфортно работать. Я так привыкла. Я люблю, когда у меня оно выглядит следующим образом. Вот. Соответственно, с вами открываем шаблон. Поскольку мы будем рисовать с вами юбку, мне не нужны рукава. Я бы хотела юбку нарисовать с переда и со спинки. Я выбираю инструмент прямое выделение. Direct Selection. Это белая стрелочка. Захватываю им мои руки и их удаляю. После этого я сейчас сделаю двойной клик, что позволит мне войти в режим изоляции так называемый. И я смогу внутри группы создавать соответственно копию. То есть я выделила все, подвинула налево мой манекен. Теперь мышкой двигаю его вправо с зажатыми клавишами Shift и Alt. Отпускаю. Все. Двойной клик. Режим изоляции у меня ушел. Блокирую слой, на котором у меня создан шаблон. И создаю новый. Это сделано для того, чтобы мой шаблон как есть, так он и будет. Я не буду его никуда сдвигать. Я буду рисовать на нем. Особенности прямой юбки. Она у нас будет симметричная. Еще большой плюс иллюстратора можно сделать поближе. Вот здесь вот лупа или кнопочка Z. Она вам вызовет. А у данного манекена, шаблона, есть центральная линия. Соответственно от этой центральной линии мы сможем нарисовать половинку, потом отзеркалить. Это ускоряет работу вдвое. Вам не нужно рисовать. И у вас всегда абсолютно идеально симметричное изделие. Так же работают конструкторы. Они делают половинку, потом ее просто раскраивают, раззеркали в нем. Но при индивидуальном пошиве, когда у людей есть какие-то дефекты фигуры, есть искажения, мы все не симметричны идеально. У кого-то одно бедро больше, другое меньше. У кого-то одно бедро более круглое. Искривление позвоночника. То такие вещи нас кривят и в индивидуальном пошиве это исправляют. Так что имейте в виду. Поехали. Убираем инструмент пером. Я работаю на ноутбуке. Дам описание того, на чем я работаю. Ноутбук Dell G3 17. Дюймов у меня диагональ. И мышка Logitech беспроводная. Все. Никаких сверх приспособлений у меня нет. Никаких планшетов. Это вектор. Начну я рисовать с пояса. Соответственно, тут вообще как бы вот. Вот он пояс. Единственное, выберу цвет черный. Чтобы у меня был цвет черный. Немножечко сейчас она сбоит. Но по факту она... А, нет, оно не сбоит. Оно у меня выбралось пунктиром. Сейчас пунктиру берем. Поскольку я до этого работала в этом файле, у меня получился пунктир. Сейчас мы его берем. Обводка. Пунктирная линия. Убираем. Все. Просто цвет черный. Итак. Теперь беру опять пером. Попадаю в точку. Значит, смотрите. Если у вас будет активный объект, это то, на чем многие сыпятся и неудобно. То есть, если вы нарисовали перо, он у вас активный. И вы начинаете опять попадать в ту же точку, она у вас пропадает. Что для этого нужно сделать? Нужно просто сбросить выделение. Нажимаете Ctrl, щелкаете в пустом месте. Выделение сбросилось. И теперь можете попадать прям точку в точку. У вас все будет хорошо. Хорошо. Никаких проблем у вас это не вызовет. Это частая проблема. Ой, у меня пропадает, у меня пропадает. Вот чтобы не пропадало, нужно делать таким образом. Смотрите, как здорово. У меня есть центральная линия. У меня есть линия колена, до которой, соответственно, я буду рисовать мою юбочку. Вот у меня уже половинка нарисовалась. Плюс ко всему, на данном шаблоне у нас сразу размечены линии, по которым в основном идут выточки на юбке. Соответственно, я могу сюда добавить одну точечку. Еще один такой момент. Я рисую замкнутыми объектами. Соответственно, пояс у меня замкнутый. И у меня замкнутый объект, это вот эта половинка. Что такое замкнутый? Это когда начальная точка приходит в конечную. И, соответственно, я смогу потом это залить любым цветом, что позволит мне с моим эскизом работать дальше. Вот. Нам надо нарисовать всего три объекта. Пояс, полотно само и выточку. Сделали. Выбираем инструмент зеркальное отражение. Ставим на центр. Оп. Отразили. Я зажимаю еще клавиши. Я ставлю сюда это на центр. У нас ставится. Видите, она начинает вращаться. Чтобы она правильно у меня вращалась, нажимаю кнопочку Shift. Чтобы она скопировалась, нажимаю кнопочку Alt. После этого отпускаю кнопку мыши. Потом отпускаю кнопки на клавиатуре. Вот и все. Вся сложность, которая была произведена. Окно. Обработка контуров. Нам сейчас она понадобится. Выбираю две части пояса. Сливаю их в одну. Выбираю две части юбки. Сливаю их в одну. Не слилось. Такое часто бывает. Почему не слилось? Вот, кстати, хорошо, что у меня не слилось. Я вам сейчас покажу. Потому что программа, она очень-очень-очень точная. Значит, у вас не пересекаются части. Вот. Как можно решить эту проблему? Можно их пересечь, сдвинуть точки. А можно просто взять и убрать лишнюю точку. Только в нее попасть надо. Пером минус. Все. И вот здесь одну точку тоже убираем. Потому что там их две получились лишние. Все. Вот у нас с вами есть. Теперь выбираем основное полотнище юбки. И, соответственно, пояс. Я зажимаю Shift. Тогда мне позволяет выбрать два объекта. Белым. Еще один момент. Вот. У меня сейчас прям по классике идет. Я вам сейчас покажу все, что обычно бывает у новичков. У меня пропала выточка. Куда она делась? Спокойно. Вот она. Дело в том, что программа переложила ваши объекты после слияния немножечко по-другому. И ваша выточка ушла вниз. Соответственно, что мы делаем? Мы выбираем основное полотничье юбки. Она должна у нас быть в самом низу. Правой кнопочкой мыши. Монтаж. На задний план. Вуаля! Ваша выточка на месте. Никуда ничего не попадает в программе просто так. Либо вы ей сказали, что это надо убрать, либо что-то произошло. Вот у нас с вами образовалась классная прямая юбочка. Теперь мы ее берем. Копируем. Переносом на вторую часть. Что я делаю? Я ее схватила. Зажала кнопочку Shift. Потому что так она у меня бегает в разные стороны. Shift мне не позволяет такой беготни. Она мне делает, смотрите, угол 45 или 90. Вот. И кнопочку Alt. Я вообще всегда этим сочетанием пользуюсь. Отпускаю клавиши на мышке и на клавиатуре. Все. Все получилось. Все хорошо. Так, что у нас будет с вами по спине? По спине у нас будет центральный шов. Соответственно, мы его делаем прямой линией, центральный шов. Что еще у нас будет по спине? Естественно, мы можем сделать шрицу, если она нам нужна. Шрицу делается очень сложным образом. Вы не поверите. Вот так. Вот. И нам нужна застежка на поясе. Вот таким образом. Теперь, там могут быть внутри крючки на застежке. Мы можем сделать пуговицу. Мы можем сделать отстрочку по низу. Можем сослаться на то, что у нас там есть подкладка. И отстрочки не будет видно, будет юбка подобная. Это уже зависит от конкретной технологии. Но эскиз юбки у нас получился. Что я теперь делаю? Выбираю переднюю часть. Сгруппировать. Брайк правую часть. Сгруппировать. И покажу вам еще один финтушанин, который вам обязательно понравится. После того, как мы нарисовали технический эскиз. И еще раз говорю, технология будет зависеть от того, что вы туда закладываете. Перемещаю, нажимаю Alt. Отпускаю кнопку мыши. Отпускаю Alt. У меня скопировалось. Ну, чтобы Ctrl-C, Ctrl-V не делать, так удобнее. И можно делать вот такую красоту. Я заранее подготовила заливки. Да? Вуаля! И у нас с вами цветные заливки. Это же классно. Можно там здесь, например, шотландку немножечко сделать менее крупной. Давайте мы ее убавим. Убавим. Так. Вот так. Отлично. То есть наша с вами прямая юбка из черно-белого эскиза превратилась в классный цветной эскиз. Кстати, когда вы заливаете темной тканью, цвет контура лучше сделать серым. Все. Вывалила все, что могла на вас. И здесь то же самое. Ну, тогда выточки видно, да? Вот смотрите. Вы уже знаете, имеете полный алгоритм, как нарисовать прямую юбку в Adobe Illustrator. Как делать заливки я вам покажу дальше. Сразу с разбега не нужно. Я их подготовила для вас. Но если очень хочется, то можете вот здесь полазить и залить, например, однотонным цветом юбку. Взять ее и сделать, например, бежевой. Это тоже хороший опыт. Заливки эскизов. Пробуйте. Пишите свои впечатления мне в комментариях. Говорите, что непонятно, что понятно. Что бы вы хотели, чтобы я вам показала, как рисовать. И до скорых встреч. Мы с вами будем регулярно видеться. И я вам буду показывать все новые и новые эскизы одежды. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте уведомления, колокольчик, чтобы вам пришли новые видео. И вы бы ничего не пропустили. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok